МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Около 15 минут уходит на помощь человеку, который оказался в опасной ситуации. Только треть из этого времени уходит на само спасение. И 10 минут занимает прибытие спасательной бригады. В рамках учения тренировка проходила не только на, но и под водой. В таком костюме, оснащенном баллоном с кислородом, ныряльщик может продержаться под водой 40 минут. Они используются в том случае, когда пострадавшего уже нет на воде. В среднем в зимнее время года человек может продержаться на плаву в течение 20 минут. Один ничего не обнаружил. Прохладно, вода чистая. Все окей. Подводя итоги учения, значит, все поставленные вопросы отработаны, учебные вопросы. Личный состав, значит, с поставленной задачей справился. Ну, а какие ошибки были допущены, они будут разработаны, то есть разобраны после учения. Если говорить о происшествиях в целом, в прошлом году в водоемах области погибло около 150 человек. В нынешнем году количество жертв снизилось на 20%. И все же спасатели призывают рыбаков не выходить на лед. По словам сотрудников МЧС, плановые учения будут проводиться также и в разгар зимы. Екатерина Анисимова, Георгий Захаров, столица Нижней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова